Сельхозработники Юлутровского района ждут, когда свои рога начнут сбрасывать так называемые благородные олени. Эти животные уже не первый год живут у нас в регионе, и их панты очень полезны в сфере медицины. В мире моралов больше всего в Новой Зеландии, около 20 миллионов. У нас в стране они комфортно чувствуют себя в Алтайском крае и в Тюменской области. Моя коллега Инна Михайловская съездила в гости к рогатым. В загоне они живут только зимой. Как только появится трава, моралов переведут на выпасы. Там 300 гектаров огороженной территории. Пока же места мало, зато еды вдоволь. Зерно, овощи, разные добавки. На раздаче Алексей Фоминцев рассказывает, что своим его признали не сразу. Сначала убегали, прятались, выглядывали и только со временем стали доверять. Честно говоря, это очень странно, что моралы подпускают нас так близко. Больше двух лет они живут рядом с деревней Анисимовка. Тут вроде и строительные работы проходят. Вот там дальше совсем рядом трасса. Ну, в принципе, по сути, они остались дикими животными. Ну, вот это, наверное, максимально близкое расстояние, на которое они нас подпускают. Или нет? Еще пару шагов, и животные начали движение по кругу. Алексей Фоминцев поясняет, то, что происходит вокруг, их мало волнует. А вот личное пространство берегут. Привезли моралы с Алтайского края. Там располагается одно из немногих в России предприятий по их разведению. В сибирском климате животные адаптировались довольно быстро. Разводят их для получения панд. Рога моралов используют в медицине. Они содержат 18 аминокислот из 22, которые бывают в природе. От одного морала получают до 9 килограммов пантов. Там маленькие отростки, 2 года побольше, 3 года, еще больше. Вот и начинают. Вышли в 2 года раз. Когда уже отростки большие, как вы видите, там некоторые бегают. Сейчас, как осеневшие, они сами сбросят. Должны в марте или в апреле. В этот период месяц ждать. А потом? Начнут новые расти. Сейчас в елутровском хозяйстве благородных оленей более 200 голов. Мальчики в одном загоне, девочки в другом. Планируем в ближайшие 2-3 года увеличить поголовье общее до 2000 голов. Но это очень непросто, потому что сегодня в продаже купить так просто их невозможно. Особенно быков, моралов именно. Поэтому предприниматель будет наращивать маточное поголовье, которое в дальнейшем получит приплод и соответствующее стадо. Этой весной впервые здесь будут получать панты, что называется, промышленным путем. Срезка рогов продлится до августа. Инна Михайловская, Павел Михайловский, Тюменская служба новостей.